Я увидел продавца овощей, который просто сиял. Он посмотрел на меня, наши глаза встретились, а потом он расхохотался. Я рассмеялся в ответ. Он рассказал мне свою историю. Это единственное, с чем люди еще не смирились. И здесь, если вы осознаете это, все невероятные возможности того, что значит быть живым, станут вашими. Вы — человеческое существо. Я хочу, чтобы вы поняли смысл этого. Человеческое существо означает... Не то, что вы знаете, как бегать, прыгать, как вытворять разные штуки. Вы знаете, как существовать. Человеческое существо — это тот, кто знает, как существовать, как быть. Этого, к сожалению, вы пока не знаете. Если вы хотите быть, нам нужно начать с некоторых основ. Вы смертны или бессмертны? Нет-нет. Рассмотрите это и затем скажите. Вы смертны или бессмертны? Ответьте мне искренне. Значит, вы говорите, что вы однажды умрете. Ничего? Ничего, что однажды вы умрете. Я благословлю вас на долгую жизнь. Но и с этим благословением вы все равно умрете. Потому что такова природа жизни. Человек должен умереть. Не так ли? И как же я рад, что вы умрете. Потому что если бы вы жили вечно, это привело бы к большому количеству проблем. Не так ли? За короткий промежуток времени мы устраиваем настоящий бардак. Предположим, что вы не умрете. Полный бардак. Не так ли? Смерть — это хорошо. Да? Разве смерть — это не хорошо? В подходящее время. Не сегодня. А в подходящее время. Разве это не будет хорошо для всех нас, если мы умрем? Я хочу, чтобы вы это поняли. Это единственное, с чем люди еще не смирились. Если они всего-навсего научатся относиться к своей смертности легко, жизнь откроется перед ними самым невероятным образом. Прямо сейчас... Да, Садгуру, но мой гороскоп говорит, что я доживу до 90. Ваш гороскоп может говорить все, что угодно. Даже человек, написавший ваш гороскоп, мог умереть раньше, чем его гороскоп сказал об этом. Единственная причина, по которой вы ведете себя разумно, это то, что вы смертны. Да или нет? Если бы вы были бессмертны, что бы вы делали? О, Боже! Если вы проедете за рулем по улицам Калькутты, вы обязательно встретите несколько бессмертных людей, переходящих в улицу. Видели таких? Они бессмертны. Если их заденет автомобиль, это приведет к сильной боли. И даже к смерти. Несмотря на это, многие люди продолжают так жить. Только представьте, если вы сделаете такого человека бессмертным, только представьте весь тот кошмар, который будет происходить в этом мире. Итак, единственная причина, по которой многие люди ведут себя разумно, это их смертная природа. Вы когда-нибудь видели такое, что ваш друг, или, может быть, вы, живете совершенно беззаботной жизнью, и внезапно доктор объявляет вам, что ваши почки или сердце отказывают. И если вы не справите это, вероятно, что через шесть месяцев вы умрете. Вы замечали, какими дисциплинированными люди вдруг становятся. Начинают вставать рано утром, заниматься йогой, правильно питаться. Они все делают правильно. Видели таких людей? Вся их жизнь преображается. Просто потому, что они получили напоминание о своей смертной природе. Я хочу рассказать вам одну историю. Это случилось много лет назад. Я был в городе Бангалор. Я люблю ходить на овощные рынки. Когда я еду куда-нибудь и проезжаю мимо рынка, я обязательно остановлюсь и пройдусь по нему. Я буду торговаться по поводу всего. Курица, яйца, овощи, тот сумасшедший корень, который сделает вас невидимыми. Мне просто нравится общаться. Я не собираюсь покупать овощи или курицу. Я торгую со всеми, даю им немного денег и уезжаю. Даю деньги за то, что потратил их время, ничего не купив. У меня просто нет места, куда я мог бы сложить покупки. И вот как-то раз я попал на овощной рынок в Бангалоре. Вдруг я увидел человека, который сидел, продавал овощи и просто светился. Я подумал, «О боже, какого черта он делает на овощном рынке?» Он просто посмотрел на меня, наши глаза встретились, и он разразился смехом. Я рассмеялся в ответ. Потом я подошел к нему и спросил, «Какого черта ты здесь делаешь?» Он сказал, «Заходи, заходи». Открыл дверь своего небольшого магазинчика и пригласил меня присесть. Мы оба сидим в овощной лавке, и он рассказывает свою историю. Он жил обычной жизнью. Жена, двое или трое детей и так далее. Однажды он заболел. Настолько сильно заболел, что его отправили в государственную больницу и положили в общую палату. Каждый день врачи думали, что он умрет, но он не умирал. На следующий день они снова думали, что он умрет, но он снова не умирал. Так прошло два или три месяца. В больнице закончились места, его переместили в коридор, потому что этот парень не живет и не умирает. Примерно через три месяца его жена перестала приходить. У нее кончилось терпение. Сколько еще можно приходить и сидеть с ним? Он не живет и не умирает. Четыре месяца или даже чуть больше он лежал там в больничном коридоре. Иногда ему кидали какие-то объедки. Он не знал, что будет дальше. Каждый день он думал, что умрет, но каждый день доживал до следующего утра. Так продолжалось день за днем. Через четыре месяца постепенно он полностью восстановился. И за это время с ним случилось нечто прекрасное. Он просто расцвел. Каждый день он думал, что это его последний день. И в какой-то момент он пробудился и стал сияющим блаженным человеком. Он снова вернулся к торговле овощами. Жена ушла, дети ушли. Все ушло из его жизни. И самое главное — растворился он сам. Он находился в тесном контакте со смертью в течение четырех месяцев. И это полностью его трансформировало. Это важно. Вы должны постоянно помнить о своей смертной природе. Это может звучать странно. «О, зачем вы говорите о смерти? Мы хотим жить». Вы не понимаете одну вещь. Сейчас я могу сказать, что вы живете. Но в то же самое время я могу сказать, что вы умираете. Вы на самом деле умираете. Однажды этот процесс завершится. Да или нет? Да. Это лишь два слова, обозначающие одно и то же. Не так ли? Прямо сейчас мы медленно умираем. И однажды этот процесс завершится. Это происходит прямо сейчас. Вы умираете прямо сейчас? Да. Итак, то, что вы называете жизнью, и то, что вы называете смертью, это не две разные вещи. Это одно. Если вы осознаете это, все невероятные возможности того, что значит быть живым, станут вашими. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok